Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы продолжим говорить о книге пророка Исаии, обратимся сейчас к 14 главе. В 14 главе после некоторой прозаической вставки продолжается пророчество Исаии Иерусалимского о судьбе Вавилона, набирающего в этот момент силу царства в Междуречье, царство, которое уже начинает составлять конкуренцию и угрозу ассирийской державе, в тот момент ослабевающей. Вот говоря о судьбе царя Вавилонского, Исаия говорит, близко время не замедлит дни его, потому что помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля. Таким образом, для него Вавилон является оружием гнева Божьего, как он говорил в предыдущей главе. Но кроме этого мотива очищения, выкорчевывания зла и насилия и обмана, кроме этого есть другие мотивы в поведении Бога. И вот здесь очень важно на самом деле сделать паузу, остановиться и это осознать, потому что Бог вовсе не только одним лишь наказанием, очищением, исправлением и так далее озабочен. Нам-то часто кажется, что Бог сидит на небе и в подзорную трубу за нами подсматривает, выискивая, за что бы нас такое покарать. Исаия говорит о том, что не только это помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля. Есть еще и милость Бога, есть еще и желание Бога миловать, желание Бога любить людей, которых он привлек к себе, и поселит их на земле, и присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова. Исаия таким образом говорит о том, что помимо желания карать и очищать, Богом также движет любовь, милосердие, милость, и он возлюбил Израиля и народ Божий и всех других народов, присоединятся к ним иноземцы, прилепятся к дому Иакова. То есть все те, кто по каким-то причинам к Богу Израилю придут, здесь не обсуждается, как и по каким причинам. Тоже будут приняты Богом вот это принятие, спасение, не менее важная, на самом деле, намного более важная вещь в мотивации поступков всемогущего. И дальше он говорит о народе Божьем, который будет господствовать над угнетателями своими. И тоже подобного рода идеи мы встречаем, ну, просто сплошь и рядом у самых разных пророков и у самых разных представителей библейской культуры до новозаветных времен включительно. Вот, и будет господствовать над угнетателями своими. То есть люди видят, что вокруг одни сплошные угнетатели, и они сменяют друг друга. И по большому счету не так важно, какова их там этнокультурная или политическая принадлежность. То это ассирийцы, то это вавилоняне, то еще тут по случайности Египет проходит, то еще кто-то, то временно это местные царьки, а потом вавилон, а потом греки, нет, персы, потом греки, потом римляне, потом эти самые халифат, потом еще и так далее, и так далее. То есть вот эти вот самые угнетатели сменяют друг друга с регулярностью движения планет, и ничего нового в этом смысле не происходит. Как представить себе, как нарисовать торжество жизни вместо вот этого давления угнетателей. И вся эта литература почти говорит, будет господствовать над угнетателями своими. Точно так же, как во времена Господа Иисуса Христа, люди считают, что если придет помазанник, он должен выгнать римлян, и что народ Божий будет господствовать над римлянами, и все языческие угнетатели, которые угнетали народ Божий, вот они теперь сами, в свою очередь, станут рабами. Ну вот такой совершенно октябрьский переворот. Кто был ничем, тот станет всем, а кто станет всем, тот станет ничем. Вот такой вот перемена социальных ролей с точностью до наоборот. Кстати говоря, в христианской истории, например, там веке третьем, в конце третьем, в начале четвертого, в какой-нибудь Северной Африке христианской, там были тоже попытки подобного рода социальные перевороты устраивать. Будет господствовать над угнетателями своими. И поэтому, когда Господь Иисус вообще не обсуждает эту тематику, это, конечно, выглядит для его современников крайне неоднозначно, шокирующе. Поэтому они ждут от него, что вот он вот-вот должен начать восстание, потому что эта картинка будут господствовать над угнетателями своими. Засело в головах очень-очень прочно. Ну, в общем, христианам тоже от нее освобождаться нужно, но требует достаточно больших усилий. И вот Исаия говорит, вот в тот день ты произнесешь, имея в виду, естественно, Иерусалим, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, пресеклось грабительство, не стало мучителя. И вот возможность увидеть, по милости Божьей, пережить эту историческую катастрофу и увидеть сокрушение Вавилона, это для Исаии очень важная вещь, очень важное свидетельство Бога о себе, которое он дает Израилю. Вот ты увидишь, говорит он, как я сокрушу Вавилон, сокрушил Господь жезл нечестивых. Скипетр владык, поражавший народы в ярости, господствующий над племенами с неудержимым преследованием. И вот теперь, говорит пророк, вся земля отдыхает и покоится, когда Бог сокрушил жезл нечестивых, господствовавших над племенами. И пророк изображает такую картину, в которой Бог сокрушил владык Вавилонских, и этот владык Вавилонский не сходит в ад, не сходит в ад, потому что ничто другое ему не приготовлено, не может войти в присутствие Бога. Потому что творил зло, потому что господствовал над племенами, ударами неотвратимыми, и поэтому ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Это обращено к Вавилонскому царю, то есть на самом деле, фактически Исаия говорит этому самому царю, ты угнетал народы, ты превратил жизнь людей в кошмар и в неудержимое преследование, и когда ты рухнешь, и вся земля вздохнет с облегчением, и ад примет тебя с распростертыми объятиями. Вот, собственно, смысл того, что говорится в стихах с 5 по 11 и дальше. По некоторым исторически случайным, конечно, причинам вот это высказывание «Ад пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем», некоторые средневековые авторы, от них же первый есть Иоанн Златоуст, используют в пасхальных речах. И это, на самом деле, очень поучительный пример того, как читают тексты и как мыслят в средние века, потому что сейчас в новое время просто вырвать фразу из контекста и столковать ее некоторым произвольным образом, вообще не связываясь с тем, что было сказано до и после, все-таки считается некультурным, даже, я бы сказал, просто недопустимым. А вот тогда так, тогда так, в средние века, да, можно было сказать, что ад пришел в движение при входе твоем, что это, можно было отнести эти слова к сошествию Христа во ад. Исаия, конечно же, совершенно не имел в виду вообще ничего подобного и не предполагал, что некий позднейший поэт таким образом попытается использовать его фразу. Логика Исаия вот такая. Когда ты погибнешь, царь Вавилонский, за твои беззакония, злобу и угнетение, земля вздохнет с облегчением, ад примет тебя с распростертыми объятиями, и тогда ад, все его население, все обитатели ада, все вожди земли, все цари языческие, которым всем там место, в аду вдруг оказывается, у Исаии, вот они все приходящему Вавилонскому царю говорят, о, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. Вот такая вот драматическая прямо картина крушения величия, земного человеческого величия, построенного на насилии, картина того, как оно превращается в ничто, и под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Вообще говоря, конечно, довольно небезопасное заявление, может быть, потому что, если бы оно дошло до Вавилонского царя или до царя Ассирийского, это могло бы быть источником серьезных проблем. Ну вот, теперь дальше, во второй половине главы, она пространная довольно, это самое, 14 глава, здесь снова о царе Вавилонском, который рухнул под, как сказать, вовлеченный в жернова истории, где царства возвышаются на насилие, из-за него же не спровергаются. Вот про этого царя Исаия говорит, «Как упал ты с неба, Деница, сын, зари, разбился о землю, попиравшей народы. А ты говорил, я взойду на небо выше звезд божьих, но ты низвержен в ад». Ты низвержен в ад. Ну, во-первых, опять же, средневековые всякие, да и позднее, не только средневековые, межзаветную эпоху тоже, толкователи склонны были видеть такое сопоставление здесь царя Вавилонского с сатаной, но напрямую, конечно, это вот сказано Вавилонскому царю. «Почему упал с неба, Деница, сын, зари? Потому что ты говорил, взойду на небо, взойду на небо выше звезд божьих, буду подобен Всевышнему». Ну-ну, вот ты низвержен в ад, вот ты низвержен в ад. И получается, что действительно, как двигатель истории, воля Божья действует, но в каком качестве? Оказывается, люди, вовлеченными в это движение, очень зависят от нас самих. И если отрасль от корня Есеева в это движение Бога вовлечена, чтобы судить народы по правде, то царь Вавилонский вовлечен в это движение, чтобы угнетать и господствовать над племенами, и его оно неименуемо увлекает в ад. Оказывается, при ближайшем рассмотрении картина, истории, в которой единственное действующее лицо Бог, и вот это движение совершается Богом, она не такая простая и примитивная, как может показаться на первый взгляд. Говоря об участи Вавилонского царя, дальше Исаия говорит о том, что все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, «А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, не соединишься с ними в могиле, потому что ты разорил землю свою, убил народ твой, во веки не помянется племя злодеев». Вот и посмертная участь, и посмертные оценки в истории, они следуют за нравственным обликом и правителя, и народа, которым этот правитель правит. И дальше пророк от лица Божьего говорит, восстану на них и истреблю имя Вавилона и сделаю его владением ежей и болотом. Вот, по-видимому, эти слова звучали как крайняя степень пренебрежения и ничтожества владения ежей и болота. Превращу в ничто вот эту гордую славу Вавилона. Но и Ассирии, которая временно торжествует, в общем, говорится нечто подобное же. Ассирии с клятвой говорит, Господь, как я помыслил, так и будет. Будет так, как я помыслил, говорит Бог. Это я даю оценку и определяю судьбу. И так состоится, чтобы сокрушить Ассирию в земле моей, растоптать Ассур на горах моих. Таково определение. Так это определил Бог, и это не может быть изменено. Хоть там Вавилонское царство на данном повороте истории прошло определенным путем, печальным, и на следующем этапе тоже пройдет печальным путем, но вот но и Ассирия тоже будет по тем же самым причинам в сущности уничтожена. Когда погибнет Ассирия, спадет с них ермо и снимется бремя с плеч его, с плеч их имеется ввиду плечи народа Божьего. Но и жителям Палестины тоже придется отвечать. за все жителям Палестины тоже нерадостно. Не радуйся земля филистимская, потому что когда Ассирия рухнет, беднейшие будут накормлены, нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом. Рыдайте ворота, распадешься ты, вся земля палестинская. И тогда все вестники скажут Господь утвердил Сион и в нем найдут убежище бедные из народа его. Таким образом, место присутствия Божьего, гора Дома Господней, Сион будет убежищем бедных, где они будут накормлены и нищие будут покоиться в безопасности. Божьего, твой бедные Продолжение следует...